В Подмосковье продолжаются поиски предполагаемого убийцы четырех человек, бизнесмена Амира Георгадзе. В эти минуты в офисах строительной компании, принадлежащих ему, проходят обыски, а сам Георгадзе объявлен в федеральный розыск. Прямо сейчас на прямой связи наш корреспондент Роман Вулгин, он находится в Подмосковье. Роман, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей. Здравствуйте, коллеги. Что можно сказать? На сегодняшний момент до сих пор сохраняется зона оцепления и меры усиления в Красногорском и Одинцовском районе Подмосковья. Также Георгадзе ищут и в Москве, но пока каких-то весомых результатов нет. Сотрудники полиции обыскивают также все возможные адреса, где Георгадзе может появиться. Это его знакомые, родственники, возможно, его другие адреса, где он мог проживать. Но пока что с лета, так сказать, простыл. Сейчас же также правоохранители проводят обыски в фирме, принадлежавшей Георгадзе, а также находятся сотрудники полиции и в администрации города Красногорска. Там, в частности, проверяются сотрудники охранной фирмы, дежурищие вчера, когда произошла расправа над чиновниками. Георгадзе спокойно покинул здание администрации и скрылся на своем автомобиле. По словам местных жителей, вход в администрацию довольно слабо охранялся, и пройти туда мог, в принципе, любой желающий без каких-либо затруднений. Понимаете, когда здесь можно свободно записаться и пройти, но нет такого жесткого контроля, как есть в некоторых местах турникеты. Ты звонишь, тебе заказывают пропуск. А здесь ты записался, вот и власти наши, они забывают, что друзья друзьями. Вот. А все-таки нужна безопасность какая-то. Вы знаете, когда я приходила в администрацию, в принципе, меры охраны были приняты, поскольку и охрана была, и все. Но, собственно, таких жестких мер, как досмотра, не было. Пройти можно было спокойно и сумку пронести. Это все было так. Сегодня также утром правоохранительные органы пришел, явился сам водитель Георгадзе, который, по его словам, сбежал от него после того, как он убил совершенно случайного человека, непричастного, незнакомого ему ранее, жителя Красногорского района. По информации информационных лент, это был сотрудник службы безопасности издания «Московский комсомолец». Благодаря показаниям охранника, извиняюсь, водителя Георгадзе, правоохранительным органам удалось установить график перемещений вчерашних. То, что сперва днем Георгадзе явился в здание Красногорской администрации, где совершил расправу над двумя сотрудниками администрации. После чего в своем внедорожнике вместе с водителем покинули здание и поехали по адресу, где мог находиться глава Красногорской администрации. Так как на рабочем месте застать его не удалось, что, возможно, и спасло ему жизнь. Но там его не встретили, а попался им как раз незнакомый прохожий, которого Георгадзе застрелил. По словам водителя, именно после этого случая он и бросил своего руководителя и оставил, решил сдаться сотрудникам полиции. Где находится сейчас Георгадзе, ему также неизвестно. Несколькими часами позже Георгадзе поехал на адрес своего загородного дома, где встретил своего бизнес-партнера еще одного. И также с ним расправился несколькими выстрелами, после чего тот погиб. Сегодня утром также правоохранителям удалось обнаружить внедорожник Георгадзе, в салоне которого были найдены пули, извиняюсь, боеприпасы и патроны. Обнаружен автомобиль Range Rover, на котором Амиран Георгадзе вместе с водителем уехал от здания администрации Красногорского района. В салоне автомобиля найдена сумка с глушителем, более 30 патронов калибра 9 мм, магазин и патроны к автомату Калашникова, а также травматический пистолет, наручники, скотч и другие вещественные доказательства. Также мы сегодня находимся на одном из адресов, где живет теща Георгадзе. Здесь, в одной из многоэтажек Красногорска, женщина находится дома. Она сообщает, что в связи с последними событиями у нее резко ухудшилось самочувствие, у нее повышенное давление. Но, как она нам сама сказала, к ней зять не звонил, не сообщал о своем местонахождении. Где он и что с ним вообще случилось в последние дни, она не знает. И где его местонахождение, она также не может пояснить. Напомню, что самого Георгадзе сейчас уже заочно объявили в федеральный розыск. Поэтому в ближайшие дни его будут искать не только на территории Подмосковья и Москвы, но и вообще в целом всех регионов и городах России. Коллеги, у меня все к этой минуте. Спасибо, Роман, за подробную информацию. Держите нас в курсе происходящего. Я напомню, это был Роман Волгин. В Подмосковье продолжают искать Амирана Георгадзе, которого обвиняют в убийстве четырех человек.